Всех приветствую! Сегодня у нас с вами обзор двух колонок. Обзор я хочу сделать сравнительный обзор двух колонок. Вот эту вот колонку JBL покупали здесь в Эльдорадо, а вот эта вот колонка пришла с Алиэкспресс. Разговорчивая. Эта колонка пришла с Алиэкспресс. И давайте сделаем сегодня сравнительный обзор на эти две колонки. Значит, давайте начнем вот с этой колонки. Эта колонка покупалась в Эльдорадо. Что она у нас имеет? Мощность у нее 3 ватта. Предназначена она для подключения по bluetooth. Можно использовать как громкую связь при разговоре по телефону и можно еще подключать к ней по проводу телефон или подключить ее к компьютеру как колонку. И есть USB-выход для зарядки самой колонки. Пробовал я ее заряжать и показала 0,371 миллиампер час. Хватило мне этого на три с половиной часа воспроизведения звука. То есть играет она довольно таки громко. Приятный пластик. Такой soft touch пластик. Оранжевый цвет. Почему оранжевый? Ну не знаю. Люблю я такие оранжевые и желтые кислотные цвета. Значит, вроде пока по ней все. Давайте по комплектации. Значит, что шло в комплекте? В комплекте шла вот такая вот коробочка. В этой коробочке есть USB-шка. И мануальчики. Мануальчики, гарантийный талон. Гарантийный талон и мануалы на нескольких языках. Очень много всякой литературы. Есть даже вот такая вот простая в картинках, что любой человек сможет разобраться по индикации, что, как, к чему. И вот такая вот еще книжечка. Тоже инструкция. Тоже на разных языках. Но я, в принципе, не вдавался в подробности. Потому что что тут изучать? Четыре кнопки. И USB-шка об USB-шке. Говорил, что приятно. Здесь еще есть вот такой вот шнурочек. Есть вот такой вот шнурочек. То есть можно ее взять с собой куда-нибудь. Пойти. И все это продавалось вот в такой вот коробке. Стоимость всего этого добра была 1750, если я не ошибаюсь. Да, 1750. Чем мне не понравилась эта колонка? Единственное, чем я хотел колонку, чтобы подключать туда можно было плеер. Чтобы можно было плеер подключить или флешку подключить. А так колонка очень хорошая. Сейчас чуть позже попробуем, сравним, включим две колоночки, какая лучше играет. Так, ладно. С этой колонкой пока все. Давайте теперь об вот этой колонке. Эта колонка мощнее. Причем намного мощнее. Значит, эта колоночка пришла у нас с Алиэкспресс. Колонка Bluetooth. Колонка KR-8800. Что у нас здесь? Здесь у нас можно подключить. Вставить карту памяти. Подключить по шнуру 3,5 мм джек. Вставить USB, накопитель, плеер, все что угодно. Есть microUSB для подключения зарядки. И еще она комплектуется вот таким вот аккумулятором. Аккумулятор на 1200 мАч. Но заряжал я через тестер и выдал мне 1000 мАч. Но все равно этого достаточно много. Проиграла она 10 часов. 10 часов беспрерывной игры она проиграла. Очень приятный пластик. Точно такой же, как на этой колонке. Такой мягкий, не скользящий. Софт-тач пластик. Два динамика с двух сторон. Есть еще радио. Но радио у нас не ловит. Я пробовал ловить. Радио не ловит ни одна станция. Хоть и есть автопоиск. Но ни одну станцию я так и не поймал. Как она продавалась? Продавалась вот она вот в такой вот коробке. Такой вот плотной коробочке. Видео по распаковочке выложу. Вот здесь вот скину ссылочку. Такая вот коробка была. Можно в подарок кому-то заказать. Пакетик был. Небольшой мануальчик. Такой вот на картоночке. Ну в принципе все четко, просто, понятно. То есть тут тоже набор кнопок. Кнопки сенсорные. То есть звук, перемотка, воспроизведение. Кнопки сенсорные. И вот такая вот коробочка шла еще проводами. Здесь два провода. То есть вот такая вот USB-шечка. И вот такой вот провод для подключения к компьютеру или же к телефону, если нет Bluetooth-соединения. Вот такая вот комплектация в этой колоночке. Честно сказать, честно сказать, вот эта желтая колонка понравилась немного больше. Поскольку, во-первых, можно подключить носитель USB. То есть плеер, флешку, еще что-нибудь. И хватает ее на дольше. То есть благодаря встроенному аккумулятору, если еще и купить такой же аккумулятор, можно слушать ее довольно-таки долго. То есть если взять с собой, допустим, еще Powerbank, то можно слушать довольно-таки долго ее. Ну что ж, давайте, давайте попробуем. Давайте попробуем включить обе колоночки и посмотреть, насколько мощно они играют. Давайте попробуем вот с этой колоночки с JBL попробуем синхронизировать. Так, вот подключили мы эту колоночку. Теперь нам нужна музыка. То есть вот такой вот звук у нас. Это вот максимальный по громкости. Максимальное звучание. Звучание чистое. Бас довольно-таки хороший. Но мне кажется, недостаточно. Она громкая. Звучание хорошее, но все-таки для такой колоночки желательно два динамика. Два динамика будут играть значительно четче. Давайте теперь попробуем вторую колонку. Давайте попробуем вот эту колоночку. КАЕР 8800. Подключили. Перевключаем. Здесь звук громче. Причем. 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 Здесь звук намного громче, но слышно на... Когда прибавляешь звук на всю, слышно небольшое дребезжание. Это, наверное, не колонка, а, скорее всего, что-то внутри дребезжит. Но это когда уж совсем-совсем на всю прибавляешь. Включилось радио, нечаянно нажал. Но радио у нас не ловит. Вот такой вот был обзорчик этих двух колоночек. Я считаю, что обе колоночки хорошие. То есть взять домой, купить. На эту колоночку я обязательно оставлю ссылку. Очень удобно брать на речку. Играет долго. Играет долго, но жутко разговорчивая. Прямо вот не переговорить ее никак. Я ее, наверное, все-таки отключу. Жутко разговорчивая, но играет дольше. Эта же колоночка маловато у нее аккумулятор. Три с половиной часа все-таки это мало. Если, допустим, идти на речку, идешь на весь день, то надо с собой обязательно брать пауэрбанк. Какой-нибудь небольшой, хотя бы не мощный, но пауэрбанк надо брать. Вот такой вот был обзорчик. На эту колонку оставлю ссылку. Эту колоночку вы можете купить в любом магазине Эльдорадо. Так что вот так вот покупайте. Подписывайтесь на канал. Будут еще обзоры, будут еще распаковки. Ну а на сегодня все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»